Устанавливается некое различие между администрациями Хамитова и администрацией Хабирова в том плане, что у Хамитова связи с силовиками не было практически никакой вообще, кроме весьма странной, как теперь выясняется, дружбы с прокуратурой Республики Башкортостан. Фигура Сидякина абсолютно неоднозначная. Если идти только по, скажем так, объективным характеристикам, я бы отметил то, что Сидякин – это очень крупный специалист в области выборов. По поводу Башавтотранса вообще какая-то уголовщина, если честно, потому что предприятие разодрано, распродано. На удивление Хабиров знал об этой истории. Я, просматривая видеокадры этой встречи, обратил внимание, как менялся в лице господин Сахаби. Те способы решения проблемы долевого строительства Республики Башкортостан, которые были использованы вне долевого строительства вообще, которые были применены в Красногорске, могут не подойти для решения этой проблемы здесь, в Башкирии. И вот почему. Их нужно, кроме того, что нейтрализовать еще и локализовать их финансовые возможности, потому что те деньги, которые саккумулированы в этих преступных группировках, они реально опасны для политической ситуации в Республике. Все события прошедшей недели, безусловно, прошли под знаком Рагия Хабирова. События, о которых мы будем упоминать сегодня, так или иначе связаны с фигурой нового главы региона. И начнем мы, несомненно, с кадровых перестановок и кадровых нововведений в руководстве Республики, в правительстве и в администрации главы региона. На прошедшей неделе у нас появился новый вице-премьер господин Ахмедханов. Абсолютно не варяг, а человек из силовых структур, ушедший в свое время на другие должности, работавший на Кавказе, вернулся в качестве вице-премьера, который будет курировать связи и взаимодействия с силовыми структурами. Об этом мы поговорим чуть позже, но это действительно знаковая фигура в том смысле, что справится по поводу связей. И этим человеком устанавливается некое различие между администрациями Хамитова и администрацией Хабирова в том плане, что у Хамитова связи с силовиками не было практически никакой вообще, кроме весьма странной, как теперь выясняется, дружбы с прокуратурой Республики Башкортостан. Так вот, господин Ахмедханов будет обеспечивать связь с МВД, ФСБ, Следственным комитетом, прокуратурой и МЧС, фактически заменив собой бездействовавшего до этого на этом посту господина Магадзеева. Ленара Иванова совершила колоссальный карьерный взлет и превратилась из министра труда и социальной защиты в вице-премьера, которая будет курировать полностью весь социальный блок. Не стану комментировать это назначение. Я знаком лично с Ленарой Хакимовной. Ничего плохого про нее сказать не могу. Человек очень работоспособный и во многом даже как-то отчаянно наивный в своих стремлениях исполнять свою работу. Но посмотрим, насколько это вообще возможно для нее, подобная функция, насколько она справится с ней, насколько ей удастся ее реализовать. Также мы видим на посту министра по земельным и имущественным отношениям господина Полстовалова. Тут как бы достаточно все скучно. Он тоже команда радио Хабирова в Красногорске. Он тоже юрист. Он здесь работал в институте права, а также занимался вопросами имущества и земельных отношений в Красногорске. В общем, достаточно предсказуемое назначение. Единственное отличие в том, что мы абсолютно никогда ничего о нем не слышали в публичном пространстве. Но посмотрим. То есть это сменщик Гурьева, про которого тоже мы пойдем дальше немножко еще разговаривать. Еще о громких изменениях в конструкции власти республики, а именно о воцарении в качестве руководителя администрации главы региона господина Сидякина и назначение Рената Рашидовича Баширова первым заместителем главы администрации руководителя региона, а также о том, что мы потеряли господина Михайлова, нашего неизменного героя многих наших выпусков, владельца замечательного Вольво, необъяснимым образом появившегося у него в процессе прошедших выборов в госсобрании и так далее, и так далее. Но по порядку. Господин Сидякин достаточно известный и в Башкирии, в том числе, личность. Он покинул Башкирию, если мне не изменяет память, в 2008 или 2009 году. Впоследствии он был депутатом Государственной Думы от Татарстана, очень активно проявил себя на работе в Госдуме. То есть он был один из тех депутатов Единой России, которые реально там очень много движений совершают и всевозможных инициатив. Ну, в отличие, скажем, от Мизулиной, не все инициативы и предложения из законопроекта господина Сидякина были абсолютно безумны. наряду с тем, что он, да, являлся, конечно же, автором закона об ужесточении санкций за незаконные митинги и с неким странным упоением, помнится, значит, когда закон этот прошел, он писал то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке где-то о том, что, дескать, готовьте кэш оппозиционеры. Ну, наряду с этим он, например, был также инициатором закона о предоставлении льготы на оплату взносов за капремонт для пенсионеров возрастом свыше 80 лет и так далее. Ну, то есть, как бы некоторые... Есть баланс в его законотворчестве, так скажем, темных и белых сторон, он, как, наверное, во всех процессах, которые происходят в жизни, фигура Сидякина абсолютно неоднозначная. Если идти только по, скажем так, вот, ну, объективным характеристикам, я бы отметил то, что Сидякин – это очень крупный специалист в области выборов, собственно, для чего и, видимо, призван на первоначальном этапе, потому что у Радио Фаритовича практически через год выборы, которые должны его легитимизировать на посту главы региона. Сидякин обладает достаточно серьезными, большими связями в верхушке власти Российской Федерации, я имею в виду Государственную Думу Совет Федерации. У Сидякина хорошие, приличные связи на региональных уровнях, и он может взаимодействовать как с соседними регионами, так и со стратегическими регионами. Российской Федерации, он очень неплохо ориентируется в политической обстановке внутри республики, потому как бы, ну, фигура вполне себе годная для подобных занятий, чего нельзя было сказать о нескольких предшественниках его на этом посту, потому что, ну, назначения при Хамитове становились все более нелепыми, и тем закономернее тихий, спокойный и совершенно незаметный уход господина Маврина, который уступил свое место Сидякину. Ну, я думаю, что Маврин еще где-то у нас проявится, в том смысле, что, скорее всего, его ждет хорошее капитальное назначение в правительстве республики Башкортостан. Теперь Енат Баширов. Фигура эта, напомню, он стал первым заместителем Сидякина, и в предыдущей конструкции администрации главы региона такой должности, в общем-то, не было, первый заместитель, там были просто замы. Ренат Баширов – фигура менее известная широким кругам политической и не очень общественности. Ну, те, кто активно интересовался, участвовал в политических процессах, безусловно, знают его, но знают его как человека, который две недели проработал в качестве помощника Хамитова в самые первые дни появления Рустема Закиевича в Башкирии. Также Баширов трудился в управлении внутренней политики в администрации президента Путина. Уйдя туда после того, как Хамитов его уволил, конечно же, Баширов по определению – это тень Хабирова, в том смысле, что где бы ни был Хабиров, там всегда и Баширов, соответственно, это ближайшие соратники и сотрудники. И вот теперь тоже с приходом Хабирова в Уфу Баширов, значит, воцаряется в качестве первого заместителя руководителя администрации в Уфе. Ну и Михайлов. Михайлов на этой неделе завершил свой труд в качестве руководителя самого важного направления в администрации, я имею в виду заместитель руководителя администрации, который курировал внутреннюю политику, который окончательно развалил это направление. Видимо, найдя общие точки соприкосновения с господином Азаматовым, они нашли возможность вообще ничего не делать в этой области. Это, конечно, самое больное место в конструкции нынешней администрации, которая досталась Хабирову по наследству, в этой части нужно срочно что-то делать. Есть два управления, это вот управление Азаматова и управление по работе с территориями, с которыми нужно сейчас очень быстро что-то делать, потому что они оба сейчас стали ключевыми. В том смысле, что нужно начинать настраивать работу в районах, а также нужно начинать внутреннюю политику в республике Башкортостан, потому что в последний, пожалуй, год ее вообще не было. И вот, убрав господина Михайлова и поставив фактически на его место господина Баширова, я думаю, Радий Фаритович запустит эти процессы, и они начнут у нас работать. Радий Хабиров уволил директора Башавтотранса в связи с вот этими автобусными событиями и директора МУП УАЗ Управления административными зданиями. Напомню, что с обоими этими предприятиями были связаны чудовищные скандальные истории по поводу Башавтотранса, вообще какая-то уголовщина, если честно, потому что предприятие разодрано, распродано, распроданы автовокзалы по всей республике, распроданы очень лакомые земельные участки здесь, в Уфе, на которых находились всевозможные маневровые площадки и ремонтные базы и так далее, и так далее, все, что касается городских автобусов. Все мы знаем, что нормальные городские автобусы в Уфе были заменены страшной конструкцией из вот этих вот диких грязных пазиков, чумазых газелей и нелегальных водителей за рулем. Башавтотранс когда-то был крупнейшим государственным автоперевозчиком в России, никогда не был убыточным предприятием. Вот, пожалуйста, да, вся вот эта история с распродажей имущества Башавтотранса, конечно же, безусловно, идет в сторону господина Гурьева, потому что Башавтотранс находился абсолютно в подчинении Министерства имущественных и земельных отношений. Это так называемое дело Гурьева-Ахметовых. На фамилии Ахметовых Радий Хабиров на прошедшей неделе на совещании отдельно остановился, он зачитал список родни и близких в этом странном УПГ. История с Башавтотрансом еще не закончилась, вероятнее всего мы увидим ее продолжение, и, скорее всего, это продолжение будет лежать в уголовно-процессуальной плоскости. В связи со всеми этими реформациями в области пассажирских перевозок на прошедшей неделе в городе Уфа случился эксцесс, связанный с городскими автобусами, а именно после того, как Хабиров потребовал жестким образом выдавить с рынка пассажирских перевозок в Уфе нелегалов, на следующий день начались рейды по городу с привлечением даже небашкирских структур к этому процессу. В ответ на это 1124 автобуса нелегальных перевозчиков не вышли на линии. Хабиров нанес ответный удар, он вывел некоторое количество резервных автобусов, переброшенных в других линии и также изысканных где-то в других местах, чем они купировали вот этот дефицит автобусов на некоторых из маршрутов. Кое-какие перебои были. Нелегальные перевозчики посмеивались в сторонке, ожидая того, что, как и в прошлый раз, при Хамитове к ним приползут на пузе и попросят у них прощения, однако этого не случилось. Кроме всего прочего, в офисе Республиканской ассоциации автоперевозчиков появились люди в масках, начались выемки документов, в общем, дали четко понять, что подобное противостояние ничем хорошим для вымогателей не закончится. И в конечном итоге история затихла и закончилась. Чем она закончилась? В частности, закончилась она тем, что было сделано предложение о некой легализации на данный момент какого-то количества маршрутов автобусов. Было сделано заявление о том, что в ближайшие 2-3 месяца будет сформирована новая маршрутная сетка Уфе. и маршрутов станет значительно меньше, вместо 140 станет 90 с небольшим. Было озвучено, что, скорее всего, по проспекту будут ходить только большеразмерные автобусы, а от проспекта уже в иных направлениях могут ходить и малые автобусы. Собственно, это некая комбинация из двух концепций, то есть первая концепция, когда все автобусы маленькие, вторая концепция, когда только большие автобусы. Вот между ними, на мой взгляд, находится золотая середина. Я очень приветствую вот это решение по поводу транспортной проблемы. Единственное, мое опасение заключается в том, что, как говорится в процессе решения, опять это все дело не заболтали, не замотали, и опять это все не утекло в какой-нибудь коррупционный ручеек, в том смысле, что наши изобретательные товарищи и в мэрии, и в других местах, они в любом месте найдут и соорудят схемку, по которой можно там роднее и близким уступить недорого какие-то возможности. Хотелось бы, чтобы вот этот конкурс и вот эти все перетурбации на рынке автоперевозок прошли четко по схеме и в соответствии с задуманным заранее, в конечном итоге принеся нам результат как в виде изменения той ситуации, которая существует с автоперевозками в городе Уфа. На прошедшей неделе Ради Хабиров совершил первую поездку по республике, он съездил в Билибей, ну, как мы уже, наверное, упоминали, Билибей для нас не посторонний город, вопреки тому, что господин Сахабиев всячески скрывал появление нового главы на территории уверенного ему района, однако граждане все-таки прознали о том, что Хабиров приезжает в Билибей. Несколько человек смогли пообщаться с Хабировым лично вопреки желанию господина Сахабиева, передали кое-какие документы, упоминался и треклятый нефтешлам. На удивление Хабиров знал об этой истории. Я, так сказать, просматривая видеокадры этой встречи, обратил внимание, как менялся в лице господин Сахабиев. Ради Фаритович обещал разобраться с этой ситуацией, осмыслив ее. Посмотрим, разберется ли он. Напомню, что так несколько десятков тысяч тонн этого опасного вещества так и лежит в черте города, так и отравляет почву около полигона ТБО, чтобы там не говорил Сахабиев свое оправдание. И напомню, что это действительно преступление, которое зафиксировано уже правоохранительными органами. Осталось только, как говорится, наказание, чтобы свершилось в адрес этого бестолкового главы. Ну да ладно. Вообще хотелось бы поговорить о судьбе глав районов и городов республики Башкортостан, которая традиционно меняется с приходом нового главы. За прошедшие дни мы уже видели поездку Хабирова в Белебей. Мы уже знаем, что задержан по уголовному обвинению мэра Нефтекамска Давлетов. Мы знаем, что в нескольких районах сменились главы, причем один или два очень молодых главы пришли на свои посты. Но это только начало. Прогнозируя количество тех районов, в которых сменится районная власть, я думаю, что Хабиров поменяет 60-70% глав районов. И не потому, что он им не доверяет, а потому, что по определению отрицательная селекция, которая практиковалась при Хамитове, должна быть подкорректирована, потому что главы, к сожалению, некоторых районов есть вообще совершенно нелепое назначение, а есть люди, которых давно пора было убирать. Я имею в виду, например, Куэргазинский район, Краснокамский район. Ну, в общем, с Краснокамским тут успели еще раньше разобраться. Но, тем не менее, в общем, конечно, в этом смысле все очень плохо. И тут не надо оглядываться на то, что когда Хамитов пришел, он тоже там начал всех менять. Здесь причина замены будет несколько иная. Но я думаю, что все-таки 60-70%. Но все это начнется только после того, как в администрации Хабирова окончательно будет сформирована структура, которая взаимодействует с регионами, то есть вот это управление по работе с территориями. Оно будет сформировано, укомплектовано новыми людьми, потому что старые, те, кто сейчас там работает, они по определению не могут заниматься правильными кадрами в районах, потому что они же и понаставили вот этих вот случайных людей в районы. В общем, районы республики ждут потрясения. На прошедшей неделе ради Хабиров подошел к теме обманутых дольщиков. Я, честно говоря, полагал, что он сделает это несколько позже, но вот уже прозвучало первое заявление. Ну, собственно, носила она достаточно такой абстрактный гуманитарный характер. Хабиров сказал, что он знает, как решать эту проблему. Он будет ее решать. Он заверил дольщиков, что их не оставят один на один с этой проблемой и так далее. Тут, конечно, закрадываются некоторые опасения. Ради Фариточ, конечно, человек очень информированный. Я думаю, сейчас бесперебойно ему поставляется информация из ГОСТРО и РБ. И вице-премьер Абдрахимов сейчас интенсивно встречается с застройщиками. Я знаю, что с некоторыми из них он уже встретился, обсуждал ситуацию по их объектам. Однако я бы предостерег Хабирова, во-первых, от каких-то слишком ободряющих заявлений на эту тему. Во-вторых, от указания точных сроков решения проблемы до тех пор, пока не будет ясна полностью картина. И, в-третьих, я бы его предостерег от того шквала недостоверной информации, которую он, хочет или не хочет, будет получать в процессе анализа вот этой ситуации. Ну, хорошо уже то, что он начал заниматься этими вещами. Конечно, Башкирия – это не Красногорск. И, конечно, масштаб этой проблемы, которая, кстати, увеличивается, вот в данный конкретный момент количество этих проблемных домов будет только увеличиваться. Масштабы несопоставимы, объемы невыполненных обязательств по долевому строительству отличаются от красногорских на порядке. А самое печальное, что те способы решения проблемы долевого строительства в республике Башкортостан, которые были применены в Красногорске, могут не подойти для решения этой проблемы здесь, в Башкирии. И вот почему. Во-первых, потому что использование бюджетных денег тоже весьма ограниченный ресурс. Может не хватить у нас денег на достройку этих домов. Во-вторых, в Башкирии в некоторых случаях, с некоторыми домами, в некоторых городах Башкирии будет невозможно найти, например, застройщика, который готов взяться за это строительство, ни на каких условиях. У нас значительно хуже все обстоит с земельными взаимоотношениями, они более запутаны. Но тут, как говорится, Полстовалов вам в помощь, Радий Фаридович. Соответственно, конечно, есть существенное отличие от той проблемы, которая была в Красногорске. Ну, в любом случае, пожелаем успехов Хабирову на поприще решения проблемы долевого строительства в республике Башкортостан. И не могу не упомянуть об одном тревожном событии, которое мне стало известно, о котором мне стало известно на прошедшей неделе. А именно о том, что в здании правительства, и не просто в здании правительства, а непосредственно на приеме у вице-премьера Абдрахимова у нас был замечен господин Барабаш. Как известно, это ближайший соратник Александра Филиппова, который сейчас является ключевым подозреваемым по делу о расселении ветхого жилья и вообще в комплексе по той проблеме, которая создалась у нас в строительной сфере республики Башкортостан. И господин Барабаш вообще, в принципе, находясь в здании правительства, уже, условно говоря, оскверняет светлый образ борьбы с наследием Хамитова в Башкирии. Но, в частности, еще и тот факт, что он представлял одну из строительных компаний, очень меня, если честно говоря, встревожил. Потому что, если подобные фигуры не просто останутся безнаказанными, а еще и останутся в, как говорится, рукопожатости со стороны высшей башкирской власти, это вообще беда. В общем, за этим надо следить. Я не знаю, может быть, господин Абдрахимов был не в курсе, кто это, или его там кто-то ввел в заблуждение. Но, в общем, надо, как говорится, понимать, кому руки жмешь. В нашей пока еще постоянно действующей рубрике «Аресты недели» задержание первого заместителя руководителя прокуратуры Республики Башкортостан Олега Горбунова. Теперь он по-настоящему задержан, арестован. И арестован он не на башкирской земле, а в Москве при попытке покинуть Российскую Федерацию через аэропорт Шереметьево. То, что Олег Горбунов попытался бежать из России, я так понимаю, с награбленным в обнимку, безусловно, косвенно подтверждает его вину и причастность к тем преступлениям, в которых его обвиняют. Обвиняют, я его напомню, в получении взятки в размере 10 миллионов рублей от господина Филиппова за то, что господин Горбунов должен был нивелировать или обнулить вовсе вину Филиппова в истории с расселением веткового жилья, которая, в свою очередь, эта история нанесла ущерб в размере более чем миллиарда рублей казне города Уфы и федеральным программам, которые были подключены к этим процессам. Горбунов был арестован, задержан, взят под стражу. Мне, конечно, честно говоря, поразила та наглость, глупость и безоглядность, с которой действуют подобные персонажи, понимая, что человек находится под следствием, понимая, что он уже написал заявление об увольнении из прокуратуры и что над ним сгущаются тучи, понимая, что за ним следят и вряд ли его просто так выпустят за рубеж, господин Горбунов просто так идет в кассу, покупает билет, регистрируется и пытается улететь из России. Это что, тупость, наглость или вот абсолютная вера в собственную безнаказанность, которая, я не пойму, на каком основании их так вот обуяло. Даже никогда не служивший в правоохранительных органах и вообще даже в армии Чадлин догадался, что через границу надо идти под покровом ночи и пешком с рюкзаком. А этот, значит, генеральских должностей прокурор все-таки не смог пожертвовать комфортом и предпочел бизнес-зал аэропорта Шереметьево. Ну, в общем, так или иначе, этого любителя латексных костюмов и искусственных членов арестовали, и сейчас, я думаю, что следствие пойдет быстрее. Важнее не антураж, при котором это все случилось, а важен сам факт. И очень важно проанализировать, почему это случилось, к чему это привезет. Начнем с причин. Я уже вчера писал о том, что господин Хабиров не просто так с голыми руками прибыл к нам, значит, руководить и разгребать эти авгиевые конюшни. И, конечно же, во время разговора с Путиным, когда Путин, условно говоря, его назначал временно исполняющим обязанности, не под камеры, а уже в приватной беседе прозвучали вопросы, которые традиционно звучат на этих встречах, а именно вопросы о том, какие первые планы и какие первые проблемы, которые ждут временно исполняющего на территории. Это совершенно естественная конструкция в том смысле, что, назначая на эту должность человека, Путин понимает, что он столкнется с противодействием предыдущих команд, а, возможно, еще и с некими более активными действиями в зависимости от того, насколько плохо дела идут в регионе. Так вот, в Башкирии дела шли плохо в тот момент, и на вопрос, какая проблема является первой для Хабирова, безусловно, прозвучал ответ о том, что первая и главная проблема, которая будет ему угрожать с приходом сюда, в Башкирию, это именно вот эта агломерация прокурорских и минзимимущественских, или там еще вот этих филипповских, значит, товарищей. Эта банда уже сформировалась, она вполне себе окрепла, у нее серьезные административные финансовые возможности, и она действительно составляет серьезную угрозу. Кроме того, так получилось, что в республике не было ощутимого противодействия подобной преступной группировке, и, соответственно, Хабиров, конечно же, попросил на Старой площади помощи о том, что, он попросил о том, что нужно задействовать и Следственные комитеты ФСБ. Я не говорю о том, что они там приданы ему в полное подчинение, но, тем не менее, в отличие от Хамитова, вот подобную поддержку Хабиров получил. И я думаю, что он еще не раз ее воспользуется в ближайшее время, потому что очень многие товарищи, которые, значит, здесь состоят вот в этих вот организованных преступных сообществах, они не понимают никакого другого языка, кроме языка силы. Их нужно, кроме того, что нейтрализовать еще и локализовать их финансовые возможности, потому что те деньги, которые саккумулированы в этих преступных группировках, они реально опасны для политической ситуации в республике. Это как сродни наркоденьгам или деньгам от незаконного оборота оружия. Эти деньги всегда очень пугают государство и власть, и правильно делают, потому что непонятно, что взбредет в голову всеми этим Горбуновым и Филипповым в попытках спасти собственную шкуру. Я приветствую это сотрудничество нового главы с силовыми структурами ровно до того момента, когда это сотрудничество потребуется для наведения порядка именно в административно-правовой сфере республики. Я бы не хотел, чтобы это сотрудничество с силовиками вышло за границу наведения порядка именно в сфере государственной власти республики Башкортостан. В общем, будем посмотреть, пока все идет очень живенько и красиво. Теперь о последствиях ареста Горбунова для всей этой группировки. Я имею в виду Филиппова, я имею в виду, конечно же, руководителя Министерства земельных и мущественных отношений, экс-руководителя господина Гурьева. Что будет с ними, как будет развиваться их судьба? Вообще, судя по всему, то, что Олег Горбунов подтвердил косвенно свою причастность к тем преступлениям, в которых его обвиняют, совершил попытку побега, теперь руки у следствия развязаны. Во-первых, Горбунов будет содержаться под стражей, и там ему будет несколько проще давать показания, скажем так, чем на свободе. И, во-вторых, я думаю, что эта история, она развязала руки и следствию в том смысле, что по какому пути вести расследование и к какому результату подводить его. Я думаю, что в конечном итоге мы увидим реальные уголовные сроки, которые получат и Горбунов, и Филиппов, это точно. То, что касается Гурева, то тут ситуация значительно сложнее, и эпизодов, скажем так, побольше, чем у Филиппова. То, что Гурев тоже был связан с Горбуновым, это факт. Я надеюсь, что следствие его докажет документально, и все это будет зафиксировано. Я боюсь, что вокруг Гурева возникнет еще много фигур, которые вслед за ним попадут под это расследование. На данный момент у Гурева, насколько мне стало известно, изъяли документы, чтобы его уберечь от соблазна также попытаться покинуть Российскую Федерацию. Ну и еще ряд чиновников и сподвижников Гурева сейчас вовлечены в следственные действия. Идут допросы, опросы и выемки документов. Дело Гурева не будет коротким. Я думаю, что потребуется несколько месяцев, если не год, на то, чтобы расследовать это дело. Здесь самое важное – это последовательность. В конце концов, покажите нам хотя бы один раз, что вы до конца довели дело, что вы размотали. Главное, что вы вернули какую-то часть активов, которая была похищена. Если получится, было бы здорово, если бы оставили в живых, смогли спасти ваш автотранс. И, в общем, вот по поводу Олега Горбунова, он вольно или невольно сам же сдал импульс к ускорению процессов, которые будут связаны вокруг ОПГ Филиппов, Гурьев, Ахметова и прочее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова